Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсия 12, телефон 69-00, без выходных. Королева хита про русскую водку спустя 20 лет приехала в Киров накануне вечером. В Кировской филармонии выступила Вика Цыганова, звезда отечественного шансона. Приехала вместе с мужем и своим оркестром. Два часа со сцены звучали стихи, истории из жизни, полюбившиеся хиты и новые песни. Каждое полчаса звезда удивляла кировчан и новым сценическим нарядом. Наш корреспондент Юлия Косолапова встретилась с кумиром 90-х. С последнего концерта Вике Цыгановой прошло больше 20 лет. Но за это время поклонников меньше не стало. Билеты на концерт разобрали еще за месяц. К звездам шоу-бизнеса Вика Цыганова себя никогда не приписывала, поэтому похвастаться багатом райдером она не может. Все стандарты. Пятизвездочный номер, горячая вода, вода без газа, ну и, конечно, свежие фрукты. В обеденном меню тоже без изысков. Вика Цыганова соблюдает пост, поэтому предпочитает простую русскую кухню. Артистка всегда уважительно относилась к вере. Регулярно посещает храмы и выезжает на святые места за благословением. «Приходите в мой дом, мои двери открыты, будут песни в обеде, именом угощать». Концерт Цыганова – это как поход в гости к артистке. Она много общается с публикой, рассказывает истории из жизни. Вместе с ней на сцене работает ее муж и по совместительству автор ее песен. Поэтому формат шоу – диалог друг с другом и со зрителем. Вика Цыганова всегда выступает вживую, несмотря на самочувствие и проблемы с голосом. Я действительно с трудом сегодня немножко пела и экономила свои силы, потому что еще завтра концерт, но программу я не сократила ни на одну песню. Но, тем не менее, я сказала с самого начала, что пластинки у меня нет, фонограмм у меня нет. Их действительно нет, потому что мы сейчас работаем с новым коллективом, с новой группой. И все у нас новое, и это все впервые. У нас этих фонограмм просто нет. Любовь и смерть, добро и зло, что связано, что гречно, а знак на сушке дно. Любовь и смерть, добро и зло, а ты нашла, добро и зло. На концерте в Кирове звезда сменила четыре платья. Каждая дополнена интересной шляпкой или платком. Кстати, красный палантин певица купил муж в качестве небольшого сувенира из нашего города. Все концертные наряды в единственном экземпляре и сделаны по эскизам самой Цыгановой. Одевать себя и своих подруг певица начала больше 20 лет назад. Сама увлекалась моделированием, а сейчас создает бизнес в интернете. Она рисует эскизы шуб, жилеток, сарафанов, платьев. Главная фишка ее костюмов – использование меха и русской народной символики. Когда я очень сильно устаю уже там что-то делать, работать, выступать, ездить, от этого тоже устаешь. Я просто начинаю вышивать, рисовать. И это, в общем-то, мое хобби, которое переросло уже в некоторый бизнес. И я думаю, что мой маленький бизнес меховой, мой бизнес, моих эксклюзивных вещей – сарафанов, вышитых кафтанов, жакетов в русском стиле, с русским соболем, мехом – он обязательно тоже восторжествует. Открыть свой магазин – мечта певицы. Также она не прочь поработать и с мехами на вятке. Сейчас Вика Цыганова активно занимается творчеством. Она постепенно меняет образ, стала яркой блондинкой и выступает с новыми песнями. Проект международный, мировой проект, который мы делаем в Сфеот-Зануте, я думаю, он тоже привлечет молодежь. Но молодежь такую продвинутую. Людей, которые любят красивую музыку, которые в музыке все-таки разбираются. Потому что сегодня тенденция, она не только в России, она мировая тенденция такой общей деградации. Вот как говорит маэстро, настоящих больших артистов можно перечислить по пальцам. Потому что все коммерция, все на выгоду, все как удобно. Вику Цыганову уже много лет не показывают по федеральным каналам. А в некоторые страны для нее закрыт въезд. Но это певицу нисколько не расстраивает. Ее песни знают и любят по всей стране. В этом году у нее грандиозные планы – выпустить ряд новых песен и объехать страну. Цыганова часто шутит, что после 50-ти жизнь только началась. Юлия Косолапова, Игорь Волосков, информационный канал «Город».